Ну что, всем огромный привет, с вами снова я, Кирилл, вывалил тут вам сиски, но вы смотрите, да не заглядывайтесь, такое у меня сегодня огромное декольте, декольтированная особа, брошка, перышко, тут подвеска, перышко, как-то летучая амфибия, всем привет, сразу скажу, если YouTube закроют, ищите меня в Телеграме, обязательно подписывайтесь, ссылку вы найдете в закрепленном комментарии и в инфобоксе, на всякий случай предупрежден, вооружен, потому что сейчас происходит все очень быстро, не знаешь вообще, что происходит, вообще, что закроют первым, ну короче, вы знаете, обязательно подписывайтесь, иначе мы друг друга просто не найдем, видосы будут выходить там, если что, поэтому давайте начинать, сегодня у нас видим мои новые ароматы, ароматы все, кстати, доступные, такие всякие ароматы из 2000-х, тут всякие арабские эмираты присутствуют, видео снято с поддержкой сайта Рэндэву, мы, как всегда, оставляем вам промокодик на 10% от 2500 покупочки, ну у вас тут по-любому будет покупочки от 2500, вот, поэтому обязательно пользуйтесь, промокод также вы найдете в закрепленных комментариях, все ссылочки, все названия ароматов, ну также вы найдете в инфобоксе, поэтому давайте начинать, боже, ну какая красивая, деловая, слушайте, мне кажется, мне нужно в депутаты идти, как вы думаете, смотрите, как, о, у меня еще один ноутбук, так, готовлю законопроекты, так, это туда, это сюда, так, принимаем новый закон, так, ты идешь туда, ты идешь сюда, парфюмки делаем доступные народу, так, это мы понижаем стоимость, это стоит у нас не 2500, а 1500, так, по Шарели делаем по 50 рублей, так, как вы думаете, скажите же, мне идет быть депутатшей, девки, если что, голосуйте за меня, если я решусь, соберем с вами, сколько там у нас, 14 тысяч подписей, и все, буду такая, депутатша парфюмерная, значит, давайте начинать, сегодня я хочу с вами поговорить про мои снохсшибающие, 2000 новинки, то есть, новинки из 2000, давайте начнем с Амур-Амур, Кашарель, знаете, ну вот он, смотрите, многие его знают, вы его знаете, вы его прекрасно понимаете, смотрите, какие колечки, ну какая краса, ну какая красота, там вот только, ой, расстегну, расстегнуши, сейчас депутатша поправит пиджачок, так, Амур-Амур от Кашарель, давайте, очень яркий, он меня прям, знаете, окунул в какие-то времена пробития Эйвена, Эйвену, это не пахнет Эйвеном, кстати, если что, это, он не пахнет Эйвеном, он пахнет лучшим, то есть, ну как сказать, лучше, черт, я уже запутался, ну короче, это такая вот ванилечка, это такой вот цветочек, вот знаете, я его не назову сложным, я его не назову каким-то там мудрым, для размышлений, там, для каких-то дебатов, дебатов, то есть, это такая вот ежедневная парфюнка, мне показалось здесь сомнительным вот это вот ваниль, знаете, я ожидал от Амур-Амур какую-то, знаете, любовную цветочную историю, но вот эта ванилька, конечно, вызывает вопросики, в целом аромат мне понравился, он, знаете, такая прям универсалка, это прям универсалка, есть бишки, есть гейши, лесбушки, а это, это универсалка, понимаете, то есть, вот вы проснулись, не знаете, ой, чем бы мне пшикнуться, Эйрленом, Шанелем, Хуээм, такие, ой, у меня же есть вот такой вот цветочек, у меня же есть цветочек, и все, и вы пшикаетесь, и вы на мази уже, понимаете, вы уже на мази, вы уже готовы к труду и обороне, вот, то есть, ну, поняли, это такая вот ежедневка, я тут выделил бы, знаете, что, вот, ну, розу, да, ну, розу, ваниль, в общем, знаете, фруктово-ягодный, он фруктово-ягодный с ванилью и розой, то есть, сначала здесь такое, из смородины, ягодок, потом проступает уже роза, возможно, она такая, знаете, фантомная роза, из этих всех ягодок вылезла, и дальше проступает такая вот ваниль, к ваниле у меня есть вопросы? Конечно, я бы отсюда убрал бы нафиг ваниль, ну, вы меня знаете, это мои предпочтения, ой, все спокойно, это мои предпочтения, но для меня это прям парфюмерная ежедневка, как прокладка, как тампоны ежедневки, короче, знаете, пшикнулся и пошел, и ни о чем не думаешь, хорошая, прикольная, заебись. Дальше, дальше у нас такая, это тут у меня история, история нон-грата, вот такое вот, 30 миллилитров, смотрите, какой прикольный, вот это вот елдебешка, такая вот, видите, елдебешка там плавает, елдебеха, видите? Какой-то комочек, какой-то пупочный комочек, какой-то там плавает, как вы, серьезно, комочек из пупка, знаете, вот так вот поковырялись и выкинули, короче, у котенка на сердце пупочный комочек, ну, короче, ну а от Кошарель, многие его, кстати, сравнивают с этим, с Том Фордом White Sweet, белая замша, или как там, ну, короче, вы поняли, с Том Фордом, я его посравнивал, у меня есть Том Форд, Том Форд холодный, это теплый, вот мускус, кашемир, кашемиран, теплый, нежный, вот, знаете, то появляется тут кофейная нотка, то она отступает, вы знаете, он совершенно несучий, хотя, вы знаете, вот мускус здесь такой вот, вроде должен быть холодный, а он вот наоборот как-то согревает, это все уютит, очень стойкий вообще, рекомендейшн, интересная история, в одном из выпусков, который вы, надеюсь, скоро увидите, для одного магазина, я сказал, что, возможно, этот аромат, я его ханчил, но я его не куплю к себе в коллекцию, и вот он у меня, блин, появился, и там я это обосновал так, что, когда он у меня появится, я им не буду пользоваться, потому что у меня очень много других ярких вариантов, вот он у меня появился, и честно, я не знаю, буду ли я им пользоваться или нет, потому что он для меня также универсальный, классный, уютный, интересный, но у меня вот есть намного интереснее варианты, но если вы не пробовали, обязательно попробуйте, он мне реально нравится, это реально хорошая бюджетная парфюмерия, такая вот мидл, знаете, ту, которую можно потянуть, не Томфорд, похоже на Томфорд, одна и та же параллель, только Томфорд холодный, а этот теплый, можно его пропараллелить, кстати, с Pure Mask Narcissus Rodriguez, вот там тоже он мускусный, есть такая вот теплинка, вот здесь также эта теплинка присутствует, супер, а дальше идет Lady Arabi, буду вам подробно рассказывать про мои новиночки Ажмалов, вот эти вот мои юлды, ооо, аквадискотека, смотрите на ебало, аквадискотека, или как там, ай, ай, воно, ай, короче, вот они, Ажмалов, давайте про них поговорить, мой фаворит, вот то, что мне, слушайте, похоже на магазин на диване, ну ладно, не реклама, хотя немножко реклама, короче, Ажмал, чирис, называй меня чири, чири, и тут такие высоко цветы юлдыбешки, ну дико понравился, ну нереально понравился, шампунь, пион, вишенка, мускус, нежнятина, просто нежнятина и елдятина, дико понравился, офигеннейший, шикарнейший, девочковый на весну, на лето, прям вишенка, цветы вишня, ну шикоза, девки, серьезно, просто берем без затеста и наслаждаемся, ой, девки, подождите, я и хочу его еще раз понюхать, подождите, блин, ну шикарный, с кислиночкой, с кислиночкой, ну вот прям то, что нужно, шикарный аромат, очень красивый, весенний, прекрасный, чудесный, блин, слушайте, это мое арабское парфюмерное, хотя, заметьте, все эти ароматы Ажмала, они европеоидные, то есть они, в них нет ничего арабского, понимаете, не арабская парфюмерия совершенно, но называется Ажмал, но на европейский рынок, поняли, на белоцветочный, шикарный, вишня, ну супер, ну кайф, рекомендую. Дальше, дальше, давайте по тяжелой артиллерии, это Алиян, Алия, Алиты, Аливы, Алия, Галия, Гулия, Гульфия, Альфия. Короче, Алия, огромный, огромный поток уда, удовое дерево, сухие деревяшки, аж табачность появляется, легкая амбра, на верхах небольшие такие вот звенящие цитрусы, в сердце такая, вы знаете, роза, черный перец, все такое вот серьезно, вот этот аромат, в принципе, можно было бы назвать таким уж прям арабским, ну знаете, для меня арабский аромат это немного другое, то есть для меня арабский аромат, это что-то такое вот ягодное, чересчур, цветочное такое, а это прям мощь невероятнейшая, очень мощный, сухой, древесный, в сердце роза, красота, носить можно не арабщина, очень красивый аромат, прям люкс-люкс, даже можно с нишей спокойно спутать, вот эти вот ваши любимые, это вонючки нишевые, как они называются, блин, Блэк Авгана, вот этот вот хрифу, вот эти вот ваши Дифферин Компани, вот эти ваши, как их там, ну вы поняли, вот эти там, серджефы, те, которые какашками, удовами пахнут, но красивый аромат, красивый, сдержанный, ни одной выпирающей нотки, такие вот здесь вот внутри бронзовые какашечки, смотрите на них, в общем, аромат мне понравился, носить я его, не знаю, буду или нет, посмотрим, потому что я все-таки, знаете, девчонка цветочная, не знаю, какая девчонка вы, но посмотрите, аромат действительно качественный, дальше, дальше давайте, шэдоу, шэдоу, теневая сторона, просто под покровом ночи, тенюшки, такие вот там разноцветные юлдебешки, короче, он для меня очень почулиевый, очень сложный, есть здесь амборочка такая вот, лаванда, если убрать отсюда цветочные ноты, получится реально мужской одеколун, я его могу пропролилить с живанши, ангел или демон для секрет, потому что там такая же история участвует, то есть, знаете, в базе мужиха, наверху бабиха, тут тот же самое, наверное, за счет лаванды, то есть лаванда, белые цветочки, фруктики, почули, вот, звучит серьезно, звучит приятно, это по мне как более вечерний аромат, не дневной, он со своим характером, в то же время это очень хороший прям люкс-люксович, нету ничего арабского, хорошее такое сдержанное звучание, и дальше Аурум, вот такой вот заветный флакончик, смотрите, какой красивый, там, кстати, в Ауруме тоже такие вот бронзовые юлдебешки, смотрите, как выглядит, это у меня флаконы 75 миллилитров, Аурум, он фруктовая водичка, фруктовая водичка с нектарином, то есть, знаете, я его изначально не очень-то понял, то есть, он у меня как-то вызывал какие-то вопросики, то есть, знаете, персик, почульки, ну, какие-то деревяшки, какие-то цветочки, то есть, он у меня в голове, так как-то и не сложился, но он очень приятный, тоже я бы это отнес к такой вот хорошей, такой вот повседневке, он приятный, не пойми, чем пахнет, наверху цитрусики, персик, вот такой вот влажный, кисленький лимон, и давайте даже нанесем, то есть, изначально цитрусы, лимон, дальше идет такой вот нектарин, прям кисленький, дальше такие вот легкие-легкие почульки, розовый перец, какой-то букетик из цветов, возможно, роза, древесное такое вот основание, база, в целом он очень приятный, очень приятный, я бы сказал, что он вот прям про нектарин и цветы, такой вот хороший люксовый аромат, из разряда Dolce The One, где также у нас главенствующая нота персик, только здесь нектарин, он более кисленький, чем Dolce The One, хороший, хороший такой вот прям люкс на каждый день, ну что, вот такие вот мои люксовые ароматы, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переходите в телеграм, чтобы не потерять такую девочку, поэтому все, всех люблю, всех целую, до новых встреч, пока-пока, уааа